Ну, наверное, уже все готово, все запустилось. Всем привет! Меня зовут Алла Мюнарке, я вокальный тренер. Добро пожаловать на онлайн-вебинар. Сегодня я расскажу вам про пять приемов спеть абсолютно, которые помогут вам спеть абсолютно любую песню. Надеюсь, меня слышно хорошо. Если меня слышно хорошо и видно хорошо, тоже, пожалуйста, ставьте плюсики, отправляйте мне сердечки, пишите свои комментарии. Буду максимально активно отвечать. Будьте вместе со мной на коннекте. Ну так вот, начнем говорить по теме, которую я сегодня хочу максимально широко раскрыть. Прежде чем расскажу об этом, скажу, что это не истина. Отлично, меня слышно. Все, что буду говорить я, не является истиной, потому что в современном мире очень много различных методик, очень много подходов, много разных педагогов, методистов. И у каждого есть свои методики, которые работают. Сегодня я вам буду рассказывать о той методике, которая вам поможет легко и просто разобрать любую песню. Ну вот, просто абсолютно любую. Начнем с того, что в конце 16-го, начало 17-го веков итальянская школа выдвигала историю о том, что существует два регистра. То есть у вокалиста существует два регистра. Столетия спустя многие вокальные педагоги решили, что, наверное, это как-то неправильно. Существует три регистра. Современные педагоги говорят о том, что существует пять регистров. И эта тема довольно-таки спорная. Но мы будем держаться мнение того, что существует все-таки два регистра – грудной и головной. Именно то, что мы опираемся на эту теорию, нам поможет получше разобраться в методике подхода к разбору любой песни. Так-так-так. Мне пишут, что у меня хорошее платье. Спасибо. Спасибо, друзья. Так-так-так-так-так. Рассказываю дальше. В общем-то, два регистра – грудной и головной. Грудной регистр принято считать тот регистр, который очень близок к нашей обычной речи. Регистр зависит от частоты колебаний голосовых складок. Соответственно, если нота низкая, то колебания связок, соответственно, не очень частые. Если нота высокая, то колебания к чувству, или как вы понимаете. Если говорить про первый прием грудного регистра, то очень важно сказать то, что он выполняется на положении узости гортанной. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже, потому что я забыла вам рассказать о том, что есть второй регистр – головной регистр. Иногда бывает так, что становится петь очень высоко, и вокалист переключается как раз-таки в головной регистр. То есть он звучит несколько иначе. Если грудной звучит приближенно к тому, как мы разговариваем, то головной регистр звучит совершенно по-другому. К примеру, сидите вы на площадке и болеете за баскетбольную команду. Вы кричите «Эй, давай вперед! Давай-давай-давай!» Если вы вдруг увидели, что забили «Го», вы кричите «У-ху! У-ху!» Как здорово! То есть как раз-таки вот в такой обычной истории жизненной мы можем увидеть работу двух регистров нашего голосового аппарата. Следующее. Возвращаюсь к грудному регистру. Первый прием, который мы будем рассматривать в данной методике – это прием субтон. Звук с воздуха. Где будет 50% воздуха, 50% тона. Данный звук или данный прием выполняется на гортанной узости. Что я имею в виду? То есть это не положение зевка, как часто говорят вокальные педагоги. То есть нам не нужно широко открывать рот. Нам не нужно опускать корень языка и представлять купол во рту. Здесь все работает иначе. Узкая позиция, губы параллельно в стороны, гортань приподнята за счет корня языка. Если, например, произнести английское слово singing, dancing, reading, то вы почувствуете, какой язык коснулся мягкого неба. Вот примерно в таком положении и срабатывает вот это ощущение узости гортанной. Гортанная узость. Существует несколько упражнений, которые вам помогут понять, как же почувствовать эту гортанную узость. К примеру, очень классное упражнение, которое я называю монстрик. Вот представьте, что вы потеряли голос, что вы монстрик, который потерял голос. Очень хочется напугать, но, к сожалению, голоса нет. В этот момент можно сделать вот такую штуку. Напоминаю, губы параллельно в стороны, корень языка приподнят к мягкому небу. И мы делаем следующее. Заметьте, что звук не широкий, это не где я потеряла абсолютно весь воздух сразу. Это очень узкий звук. Такой немножечко с, как бы правильно сказать, с компрессией. Да, то есть... Понятно? Так, читаю чат. Да, привет, привет. Я вас не вижу, но я читаю ваши сообщения, поэтому будьте активны, отвечайте по теме. Если вам что-то интересное, непонятно, задавайте свои вопросы. То есть вот этот вот звук, узкая, узкая, узкая гортань, да, это приподнятая гортань, это корень языка, приподнят, и мы делаем... Надеюсь, понятно. И вот в таком положении нам нужно еще добавить нотку, для того, чтобы, ну, собственно, спеть в этом приеме, приеме субтона, который, кстати говоря, находится сейчас в таком тренде, я бы сказала, например, взять Билли Айвиш. Я чуть-чуть попозже покажу, как это звучит, а сейчас покажу, как звучит в упражнении. Вот смотрите, нам нужно взять 50% воздуха, который я сейчас делала в упражнении «Монстрик», и добавить туда тон. Губы параллельно в стороны, гортань приподнята. Звук с натяжением – это не просто легкий звук выдыхания, выдыхание. Это выдыхание с таким вот натягом, наглое выдыхание. К примеру, я тебе говорю «Привет!» или «Привет!». Это разные два звука, да? То есть мне нужен первый «Привет!». Окей, в упражнении это звучит примерно так. Звук не назальный, то есть это звук, который идет в нижнюю челюсть, звук с воздухом. Воздуха 50%, 50% тона или нотки, и, соответственно, по ощущениям, это не звук в нос, это звук в нижнюю челюсть. Как бы стелем такую воздушную простынь вот здесь, да? Если подставить ладошку, то пока вы выполняете такое упражнение, вы почувствуете тепло на ладошке. То есть, ну, это важно. Важно, чтобы был скомпрессированный узкий звук. Ну, и, к примеру, если говорить про современные тенденции, взять Билли Айлиш. Вот, например, есть последний ее альбом или последняя песня, или самая популярная песня. В этой песне вы точно услышите этот звук. «I'm a bad guy». То есть, заметьте, что звук не... Он не то, чтобы в нем такой легкости как бы нет, да? То есть он натянутый, он наглый, но, тем не менее, он воздушный и достаточно мягко звучит. «I'm a bad guy». Понятно? Окей, что тут у нас происходит? То есть звук не в нос. Мы не делаем этот звук назальным. Я уже еще раз повторюсь. Как можно натренировать? Опять-таки, это упражнение «Монстрик». Или же вы можете брать такие звуки, как «а», «у», «у» и «э» и также выполнять с этим же приемом, с приподнятой гортанью. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Важно, чтобы звук был натянутый, чтобы не было тряски. Вот основная функция приподнятой гортани – это то, что мы убираем тряску, тряску в голосе, чтобы он не дрожал, да? Мы делаем звук натянутый, плотный, наглый. Вот и в нем достаточно много воздуха. Так, давайте обратную связь. Понятно? Если вам все понятно, ставьте плюсики, сердечки, цветочки, бантики. У нас на дворе весна. Очень классно, что сегодня мы можем встретиться онлайн, и я могу с вами поделиться тем, что знаю, тем, что умнее. Окей, все понятно. Также можно тренировать в обычных речевках. К примеру, вы читаете какой-то стишок. К примеру, возьмем Бродского. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. То есть, в принципе, нормальная речь я бы прочитала. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Да? Здесь я делаю. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Так, так. Конечно, такой прием... Вот тут вопрос. Безопасен ли этот прием для связок? Конечно, он безопасен. Я всегда за то, чтобы каждый из этих приемов был максимально комфортен для вас, максимально удобно и безопасно в выполнении. То есть, если вдруг вы почувствовали какое-то першение, значит, скорее всего, вы сделали либо слишком сильную атаку, либо он у вас пошел просто не в ту сторону. То есть, нужно отправлять в нижнюю челюсть. В нижнюю. Да? Ну и, собственно, можете брать абсолютно любое произведение и читать, стараться на одном дыхании как можно дольше. Вот, например, недавно я наткнулась в интернете на такое произведение. Говорят, что принадлежит Пушкину, но на самом деле это не так. К примеру. Позвольте жители страны в часы душевного мучения поздравить вас из заточения с великим праздником весны. То есть, сейчас я выполнила вот это вот четверостише на одном дыхании, и достаточно был узкий, натянутый звук, и в нем было много-много воздуха. Говорят, субтон не полезен. Скорее всего, это говорят классические педагоги, которые немножечко не понимают про технологию, так скажем, да, про технику. Так. Растянуть губы и активная артикуляция для этого упражнения важны. Конечно, они важны. Именно на этапе, когда вы только-только начинаете изучать эти приемы, это очень важно. Дальше, когда у вас уже все встанет на место путем упражнений, когда у вас мышцы запомнят, как и что должно двигаться, вам не нужно будет сильно натягивать эту историю, да, делать сильное натяжение. Просто скажите мне универсальный прием, чтобы петь все песни хорошо. Я вам рассказываю. Это один из приемов. Первый прием – субтон. Звук с воздухом. Звук натяжения. Понятно? Да, шепот не полезен, а субтон вполне. Можете попробовать на любом, не знаю, на любом стишке, на любом большом произведении. Почитайте именно вот в этой позиции. Окей. Понятно? Надеюсь, понятно. То есть важно, опять-таки, приподнятая горталь. Окей. Хорошо. Поехали дальше. Следующий звук, который, точнее, следующий прием, который существует у нас также в грудном регистре, звук или прием – универсальный нос. Что здесь происходит? Воздуха совсем нет. И если вы произнесете singing, dancing, корень языка приподнимется к мягкому нёбу. И вот нам нужно как раз-таки вот это натяжение в мягкое нёба. Губы здесь тоже параллельно в стороны, но корень языка приподнят максимально к мягкому нёбу. Н-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Примерно так это звучит. Разница между субтоном и универсальным носом очевидна. В субтоне много воздуха, в универсальном звуке носа его, соответственно, нет.